Здравствуйте, уважаемые наши посетители! Сегодня мы рассмотрим, как демонтировать и установить новую розетку. Для этого перед нами обычная телефонная розетка с разъемом под старые телефоны, под розетку старого вида, и евроразъемы для подключения видов телефонов. Для начала демонтажа нашей телефонной розетки нужно открутить для начала один болтик, чтобы снять данную крышку. Откручиваем крышку телефона розетки, перед нами открывается такой вот вид. Вот этот болтик держит как раз таки нашу розетку и крепит ее к стене. У нас есть точки, которые отходят к евроразъемчикам, и к ним, как мы видим, запараллелен входное напряжение телефонной сети. Напряжение в телефонной сети 12 Вольт, оно не представляет опасности. Но если будет проходить звонок на наш телефон, то в принципе достаточно ощутимо. Не настолько сильно, чтобы этого бояться, потому что напряжение в телефонной сети сила тока не такая уж большая, а напряжение составляет всего лишь навсего 12 Вольт. Поэтому будет неприятно, но это не страшно. Одно напряжение запараллелено на выходы на наши евроразъемчики. Для того, чтобы отсоединить нашу розеточку, мы откручиваем клеммочки, которые удерживают нашу телефонную сеть. И вытаскиваем проводочки. Получается, у нас отсоединили мы провод входного телефонного напряжения. Дальше мы откручиваем непосредственно саму телефонную розетку. Для этого откручиваем один шурупчик. И наша телефонная розетка замечательным образом изымается из стен. Вот здесь есть еще второй болтик, как мы видим. Его мы тоже выкручиваем. И старую телефонную розетку можно снимать. Сегодня монтаж телефонной розетки мы произвели. Мы произведем монтаж новой телефонной розетки. Но я использую то же самое. Установлю та, которая стояла в моей квартире съемной. Произведем установку новой телефонной розетки. Для этого мы закручиваем обратно те болтики, которые мы выкрутили из стены. Для начала эти шурупчики мы вставляем. И затем просто закручиваем их обратно в стену. Поэтому здесь вот мы хотим разобрать. Можно промener на розетке. 時間какclim. Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно. Повторение следует... помимо того что могут использоваться такие розетки есть еще розетки которые вставляются как обычная розетка в стену там либо евро разъемы либо такие же разъемы используются вот теперь мы монтируем входное сопротивление телефонной сети на нашу непосредственно розеточку после осуществления монтажа нашей нашего входного сопротивления телефонной сети мы можем закрыть крышку сразу до закрытия хочу сказать то что если вы хотите перенести например от этой розетки сделать розетку в другую комнату для этого либо в коробке наверху нужно если таковая есть то открыть коробку и там будет разводка как на обычной электрической цепи вот и сделать там за параллелится и отправить его в другую комнату вот либо подсоединить другой провод свободной за параллелить к вот этим клеммам произойдет то же самое вот прошу обратить внимание то что вот эти вот железочки должны заходить во второй паз вот здесь вот закручена неправильно как вы можете видеть здесь вот пластмасска которая торчит будет не давать и клемма стоит металлическая то есть если подключить как ты данному случаю телефонную розетку старого типа то она не будет работать потому что одного контакта не будет для того чтобы был один контакт нужно заводить вот эту вот металлическую клеммочку как вот здесь вот за пластмасску здесь должен быть металл после того как мы закрывать нашу крышечку для этого мы закрываем поправляем проводочек и закручиваем сюда болтик завинчиваем наш саморезик вот и все наша телефонная розетка установлена приятного вам пользования вот и все Продолжение следует...